Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Владимир Путин запретил банкам с иностранным участием выводить активы из России. Президент России утвердил список из 45 банков и IT-компаний с иностранным участием, в отношении которых запрещены любые сделки с их акциями и долями в уставном капитале. В перечень банков, попавших под ограничения, попали Райфайзенбанк, Юникредитбанк, Дойчебанк, Ситибанк, а также формально российские IT-компании Яндекс, ВК и Озон. Новый указ принят во исполнении августовского указа главы государства о запрете любых сделок с иностранными компаниями из недружественных стран в банковской сфере, IT-сфере и топливно-энергетическом комплексе. Указ запрещает любые сделки, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения долями в уставном капитале и акциями компаний. Сделки, совершенные с нарушением принятого указа, автоматически признаются ничтожными, а владельцы их совершившие лишаются права на свои доли и акции в компаниях. Указ предусматривает единственное исключение из правила, которое заключается в том, что по специальному решению президента России сделки с участием иностранных компаний могут быть признаны законными. Фактически указ направлен на недопущение возможности иностранным компаниям свободно уйти с российского рынка за счет продажи своих активов другой иностранной либо российской компании. Указ президента России является ответным шагом на действия чиновников из Евросоюза и США по присвоению российских активов за рубежом. Сразу же после российской спецоперации США и Евросоюз заморозили валютные активы российского Центробанка на 300 миллиардов долларов и начали конфисковывать активы российских энергетических компаний. Под национализацию попали активы «Газпрома», «Роснефти» в Польше, Германии и других странах Европы. Одновременно с этим США и ЕС настоятельно призвали свои компании срочно покинуть российский рынок для того, чтобы правительство России не успело принять аналогичные меры в отношении западных компаний. Такие меры, к слову, недавно были приняты в отношении американской корпорации «Эксон» и британский «Шелл» в рамках национализации нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Что касается принятого указа в отношении иностранных банков, то, по данным ряда экспертов, иностранные банки имеют активы России суммарной стоимостью под 100 миллиардов долларов. Принятый президентом указ не позволит эти активы вывести из России.